Здорово. Мы, наверное, будем задавать такие вопросы, которые будут учитывать, с одной стороны, профи тех наших гостей, которые занимаются кино, и тем, что находятся рядом с кино, а с другой стороны, профи тех гостей, которые занимаются YouTube, потому что это очень интересно. Мы с разных сторон, по сути говоря, расставаем одно целое. Просто каждый движет со своей дорожкой. И я очень надеюсь, на сегодняшнем панельном интервью мы как раз постараемся найти ту точку схода, которая объединяет здесь нас всех, и которая, возможно, подскажет, по какому направлению все будет двигаться в ближайшем будущем, и где вот эти точки схода будут дальше. Майкл, я, наверное, начну с нашего гостя, Джора, с вас, если можно. Да, пожалуйста. Сейчас я вам дам очень сложный вопрос. Я специально его писала очень долго. Вот вопрос. Что происходит с российским кино по «Угородким метрам» в плане подвижения, а именно телевидение, кинотеатра и интернет? И что вы считаете будет в своей будущем? Здравствуйте. Что происходит с российским кино? 30 минут не хватит. Надо продлевать. Значит, продлевать будете. По поводу продвижения интернета. Дело в том, что я прошу прощения, просто не могу не сказать в связи с темой сегодняшней нашей встречи, что я работу получил благодаря ролику в Ютубе, который я выложил 12 февраля 2012 года. И через 6 месяцев получил продолжение снимать полный метр. Поэтому для кинематографистов, мне кажется, Ютуб прекрасная площадка, которая дает аудиторию. Проблема в том, что когда раньше люди, которые хотят заниматься кино, снимали короткие метры, надо было ехать на фестиваль, где 100 человек, не очень симпатичных людей, решали достойно ли это внимания или нет. А сейчас есть возможность найти таких же, как ты, возможно, не очень здоровых тоже людей, им свою работу показать и получить аудиторию. Это самое главное. Вот. Но я бы хотел обратить внимание на то, что кино и селф-промо — это разные вещи. Если ты ставишь перед собой камеры ежедневно, выкладываешь контент, генеришь контент, то кино — это отношение имеет опосредованное. И мы живем в эпоху селф-промо, когда каждый человек одинокий, кто в Костроме, кто на Магадане, ставит перед собой камеру и, значит, рвет струны или там рисунки какие-то показывает или делает видеообзоры. Вот. А это прекрасно, потому что человек прорывается из своего одиночества куда-то, значит, в мир. Но у ревизора, в ревизоре Гоголя, значит, есть такой персонаж Бобчинский, который подходит к Хлестакову и говорит, «Вы когда будете в Москве, в Питере, вы там скажите, что он живет где-то такой чиновник, Бобчинский?» И вот раньше надо было кого-то из Москвы встретить, чтобы он там рассказал. А сейчас включил камеру и, привет, мир, я существую. Вот. Я так немножечко как бы ворчу, потому что кино — это все-таки, ну, история. Это актерская игра, это демотургия. И оно имеет, ну, как бы, ну, непрямое отношение к там, к генерации контента. А что касается продвижения кино, то, конечно, ничего важнее интернета сейчас быть не может. И благодаря тому, что контент становится доступнее сам по себе. И плюс еще просмотр тизеров, трейлеров. В США потрясающие цифры просмотров трейлеров. Там миллионы и миллионы, там десятки миллионов. Трейлеры подчас смотрят активнее, чем кино. Но без этого мы никуда, конечно, не попадем. И важно с этим работать, собирать аудиторию, кросс-прома на каналах делать и так далее. Но если мы хотим делать кино, то, конечно, главная задача для нас, мне кажется, я могу ошибаться, являются термотургия, кто главный герой, чего он хочет. Вот такие вопросы. Спасибо за ответ. На самом деле, когда мы начали говорить, я сразу посмотрела на ребят, на Руслан и на Борисов. Потому что мне кажется, что, возможно, там есть другая точка зрения на то, насколько легко или просто делать контент. И как вы сами это видите? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы представляетесь, лучше памяти нет, всех вас помню. Здравствуйте. Меня зовут Руслан Усачев. Я генерирую контент. Периодически. Я сейчас просто подсмотрю микрофон, я, честно говоря, немного растенюсь, потому что Жора так долго отвечал на вопрос, что я забыл, что начинается. Возможно, чуть дольше, чем написание сценария, съемки, монтаж или пуск в кинотеатре только два. Поэтому я немного сбился. Я не знаю, я думаю, Борис, так же, как я не... Он дольше, он сам, дольше, чем я отвечал, дольше. Хорошо, я верю. Я пошутил просто немного. Да. Я ни в коей мере считаю, что я... Я это почувствовал. Я рад. Я не знаю, что я не могу сказать. Не в коей мере, никто из видеоблогеров не будет себя позиционировать наравне с кинематографистами. Я думаю, сегодня цель не в том, чтобы здесь, с этим словом, посоревноваться, кто круче, кто популярнее, кто творит, а кто занимается промо, а в том, чтобы получить чем-то друг у друга. И это совершенно, с одной стороны, красная жертва, с другой стороны, имеющая очень много общего, потому что мы делим внимание людей, мы идем на площадку интернета, и вот, поэтому нужно любить друг друга и дружить. А может, Борис, кто-то еще скажет? Смотри, сейчас Борис скажет. Смотрите, я к вам очень хорошо отношусь. Я ни в коем случае сейчас не обвиняю вас в том, что вы делаете. Это очень правильно. Я просто фиксирую разницу, чтобы я просто слушал лекцию, и вот может возникнуть ощущение, что, как бы, когда ты занимаешься селф-бромом, поешь или на гитаре, или танцуешь, трясешь, например, там очень хорошо для этой точки, там, и так далее. Есть же разные каналы, рыбалкой занимаешься. Просто это не имеет отношения к кино. Мы тут, ну, я так понял, вроде там, взгляд на кино, и поэтому я об этом говорю. Ну, то, что каналы нужны, то, что у нас появляется новый тип взаимодействия с людьми, там, и так далее, это очень здорово, вы молодец. Борис Анатольевич. Спасибо, Борис. Я, Борис, извините, кстати, я занимаюсь, соответственно, ты занимаешься производственным контентом, генерацией, а я занимаюсь селф-бромом, экономически. И если вы не обвиняете, просто, как вы занимаетесь. Я не обвиняю ни в коем случае. Это я, может быть, обвиняю? Хорошо. А, не знаю, кстати, я не знаю, где вы дай микрофон, что говорилось про кино, я в этом ничего не понимаю. Я не смотрел только, к сожалению. Но мне кажется, что, как минимум, может быть, и к счастью. Мне кажется, как минимум, YouTube для кино – это очень хорошая, чисто техническая вещь. То есть, если вы снимаете фильм, надо это выложить. Потому что обвиняется, но не на видео моего уже, но на YouTube, вот и все. Мне кажется, как обвиняется. Артем, может быть, вы хотите добавить ваше мнение об этом вопросе? По поводу разговора с Андреем. Да нет, на самом деле, я тут когда-то тоже служил. Представьтесь, представьтесь. На лице от Артема Смит, я продюсер. Сделал некоторое количество полуметражных и полуметражных фильмов, которые вышли с помощью YouTube. Отходили в свою аудиторию, но они не получили пламотательные. Я одно другое, что я могу сказать, потому что, на самом деле, довольно очевидная вещь, что YouTube – это очень хороший и замечательный инструмент. Более того, интернативы ему практически нет никакой, так я понимаю. Ну, потому что, кто выявляет с конкурентом YouTube? Я забыл вопрос своим коллегам. Ну, как, Facebook потихонечку начинает воспроизводить свое мнение, да, встроенное видео, но все-таки Facebook – это как бы история в большей степени какая-то такая винегрета, да, а YouTube – это инструмент специально посвященный. Минио-форминический инструмент. Минио-форминический инструмент, да, но у него другая совершенно аудитория, на самом деле, гораздо меньше, поэтому совершенно для меня крайне очевидно, что YouTube – это, ну, то есть, есть телевидение, а есть телевидение. Ну, как, интернатива сейчас такая, на самом деле, в конце концов. Да, потому что вот мы, кстати говоря, в этом году… У меня сфигом вообще связан замечательный не случившийся проект, к сожалению, сериальный, вот, который мы должны были делать. Хотите рассказать вам два слова об этом? Да, ну давайте, это на самом деле проект, который мы пытались сделать в такой странной конфигурации в этом году, совместно с продюсером Александром Цикаловым, всем известным. Это было 12 эпизодов по 24 минуты, каждый из эпизодов должен был создать отдельный кинорежиссер, там формат позволял это сделать, при этом была некая сквозная, ну, некая форматная рамка общая. Продюсер финансовым партнером выступала компания, даже вот компания «Утюху», «Лайон» всем известный, а визит партнером создает «Ютюб». Эту историю мы тут полгода готовили, но не знаете. Ну, я знаю, да, я вспомнила несколько слов, но… Вот, но там, на самом деле, творческим и даже декоменационным причинам это не получилось, психиатрически возникли заковыки, в конце концов, но вот «Ютюб» был альтернативой телевизионной премьеры, «Ютюб» подписался на то, что соберет своими усилиями, по-моему, 7 миллионов просмотров каждого эпизода, соответственно, ну, это, ну, вполне себе альтернатива телевизионного смотрения, в данном случае было. И это было кино. Было бы кино, я надеюсь. Вот, ну, то есть, в том смысле, кого можно говорить о речном сериале. Значит, понятно, что для промо кино это… То есть «Ютюб» вообще позволил, мне кажется, возродиться, в каком-то смысле, жанну короткого метра, совершенно справедливо. И обязательно справедливо себя совсем нечего сказал Андрей. До этого… Это такое сокращение посредников невероятное, когда ты просто отнимешь дело, собственно, с источником таланта, идей, и ты можешь, как бы, констрат найти и пытаться начать взаимодействовать. И у меня как правило, что это для нас это подключательный инструмент. Вот. А что касается того, как сделать свою историю популярной кино, то есть, какими-то там кроткие метры, материалы, неважно. Мне кажется, что тут, на самом деле… Ну, сейчас же все соревнуются в способе посева, да, давайте, как бы, есть какие-то разные уже технологические, я так понимаю, способы, да, то есть, есть какие-то программные вещи, в которых сеется это и как бы… Но вирусного эффекта, как слава, добиться никаких поселков невозможно. Аксай. Ну, да, наверное, согласен. У нас, наверное, бывают счастливые исключения. Вот. Там же Шевченко закончился вечером, например.